Секреты квеста Заговор изгоев. Интересные вещи, о которых вы, скорее всего, не знали. Ребятушки, всем здрасте. Меня зовут Сагира Иван, это мой канал Мистер Кэт. Начнём. Ну, вначале, как всегда, друзья, у меня есть гайд. Самый сильный воин. Посмотрите, ссылочка внизу, если вдруг пропустили. Обещаю, будет интересно. Ребят, Маркарт. Это Маркарт. Самый безопасный город в пределе. Самый безопасный город в пределе, говорит. Ладненько, можно зайти, расслабиться. Но... И действительно, самый безопасный. Самый безопасный. Точно, самый безопасный. Именно так у меня было в самый первый раз, как только я зашёл в этот город. Честно, я не знал, что её можно спасти. Потом, может быть, через года, через год я только узнал. И потом к нам подходит парень. Боги, на женщину напали прямо на улице, у всех на глазах. С тобой всё в порядке? Что произошло? Да, всё нормально. Ну, кто-то заорал об изгоях, и всё. Ну, и девушку убили. Изгой? Странно. Что ж, я надеюсь, что восемь хотя бы подарит тебе больше покоя в будущем. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. По-моему, важная. Ага, и подкидывает нам записку. Это не моя записка. Моя? Нет, нет, это твоя записка. Должно быть выпало из кармана. Хм, ну ладно. Заходим, записка Альтриса. Ага, встретимся в святилище Талоса. И запускается квест. Заговор изгоев. Интересный парадокс. В городе все ищут изгоев, А у него прямо на лице написано Я, чёрт, возьми, изгой. Потому что только изгои делают такие яркие, что это рисунки или татуировки, а? У нас очень много рейперов, да, сейчас развелось, которые тату делают. Ребят, и возможно вы не знали, что это тату у него на лице уникально. Да, вы себе, когда создаете персонажа, никогда не сможете такое нанести. Но не только у Альтриса уникальная татуировка или рисунок на лице. Ещё Бателла, да, с ведьминой настойки. У неё тоже невероятно уникальный рисунок на лице. Ну вот, смотрите. Мы создаём нового персонажа. И всё-таки это боевая раскраска, а не тату. Боевая раскраска. Каждый день они встают и начинают там вырисовывать себе. Угу. Смотрите, я выбрал Бретона. И тут нету, нету таких вариантов. Видите? И, друзья, возможно вы не знали, что у каждой расы есть свой уникальный боевой раскрас. Но начинается он вот после вот такого вот цветочка. Если это Бретон, то вот такой вот лёгкий узор на щеке. Вот такие вот. Или такой. Или такой. Или же вы Норт. Вот такие вот уникальные боевые раскраски у Нортов. Вот. Напополам. Или вот такая вот. Хотя, честно говоря, вот эти вот две. Не, больше вот это вот. Мне напоминает фильм «Храброе сердце» 1995 года. Мал Гибсон в главной роли. Помните? М? Ну, или Редгарды. Вот такая вот. Череп. Лёгкий узорчик. Хм. Да, ребят. У каждой расы есть свои уникальные боевые раскраски. Я, честно говоря, узнал довольно поздно. Но едем дальше. Мы прочитали записку. И теперь отправляемся в подземный храм Талоса. И тут общаемся с Алтрисом. Извини, что втягиваю тебя в наши маркордские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдёшь. Что ты имеешь в виду? Тебе нужны ответы? Мне тоже. Как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев. А стража ничего не предпринимает. Только убирает трупы. Кстати, да. Проклятие. Ещё одно тело прятать. Ещё одно тело прятать. И ты хочешь знать, что за этим кроется? Всё это продолжается уже много лет. И всё, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя. Выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за Велином и изгоями. Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Хорошо. Мы должны узнать подробности о Велине и Маргарет. Велина тот самый убийца, который убил Маргарет и кричал изгои на базаре. Отправляемся в таверну Серебряная Кровь и просим ключ от комнаты Маргарет. Конечно, просто так нам ключ никто не даст от комнаты Маргарет, так что придётся заплатить денежек. Но если у вас прокачано красноречие, вы можете или убедить, или поугрожать. А ну-ка не ключ. Ладно, мне не нужны неприятности. Бери. Запомни, в Маргарете Эль дешевле Крови. Ладно. Заходим сюда. Закрываем дверь. Тумбочка. И в тумбочке находим дневник Маргарет. Из дневника мы узнаём, что она оказывается не просто так. Она шпион. Шпион генерала Туля. Шпион империи. И по-моему, за ней начали уже следить. Но, друзья, если вы... Может, какую-нибудь безделушку... Если вы... Что это было? Я жить хочу! Я умираю за свой народ! Спасайте Маргарет. Конечно, её комната дневник нам уже не нужен, потому что мы всё можем выбить у неё. Из-за, конечно, у вас есть денюжки или же прокачано красноречие. А ну, выкладывай всё! А то что? Ты меня убьёшь? Спасибо. Сегодня уже пытались. Хм... Не прошло. Убеждение. Неужели так заметно? Проклятие. Похоже, я теряю хватку. Я агент генерала Тули. Моё задание — выяснить, что на самом деле происходит в Сокровищнице и чем занимается семья Серебряная Кровь. Они владеют шахтой Сидна, одной из самых надёжных тюрьм в Скайриме. Я надеялась войти в дело или перекупить заведение, но... Похоже, здесь дела ведутся по-другому. Помяни мое слово. За нападением на рынке стоит Тонер Серебряная Кровь. Заказчик он. Ты! Что это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаёшь. Брось это дело. А то на своей шкуре узнаешь, что бывает с теми, кто мутит воду. От Маргарет узнаём, что нам нужно к Тонеру, в Сокровищницу. Сюда приходим и с помощью денежек или красноречия договариваемся о встрече. Обращаем внимание, что тут убираются дедушка. Нужно что-то. Доннелл и бабушка. Ты только скажи бабушке, если тебе что-нибудь понадобится, а, дорогуша? Бабушка Ильден. И между прочим... Я работаю в Сокровищнице уже почти 20 лет. 20 лет. Они тут работают. Я замужем за Тонером Серебряная Кровь. Рядышком сидит жена Тонера, но мы идём к нему. Что ты тут делаешь? Я же сказал, никаких посетителей. Я хочу поговорить о Маргарет. Про ту имперскую шпионку? Да-да, я знал. Сколько ещё псов империя натравит на меня? Это моё дело. Мой город. И не лезьте в мои дела, имперские лизоблюды. А теперь проваливай. Изгоя! Что? Боги мои, Петрин! Ничего себе, бабушка. Да-да. Та самая бабулька милая и дедулька, которая, я так понял, уже тут работает около 20 лет. Просто ждали. Ждали и сейчас начали убивать. Сначала убили жену Тонера, потом девочку, которая тут нас пускала. И... Блин, это как нужно было к этому готовиться? 20 лет? Моя жена. Они убили её. Будь проклят, Мадонах. И будь прокляты его изгои. Теперь будешь говорить? Ладно. Ты хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки. Их король гниёт у меня в Сидне. Он должен был держать их под контролем. У Изгои есть король? Да, Мадонах. Король в лохмотьях. Пока мы воевали с эльфами в Великой войне, Мадонах захватил предел. И правил им, пока не пришёл Ульфрик. Ты заключил сделку с изгоями? Когда их восстание подавили, я велел привезти Мадонаха ко мне. Он был прямо дикий зверь, но мог быть мне полезен. Я предложил ему жизнь в обмен на то, что он поможет мне убирать тех, кто мне мешает. Конкурентов, шпионов, просто идиотов. Поэтому я и позволил ему управлять остатками его изгоев, их восстанием. Прямо из шахты Сидна. Но теперь он вышел из-под контроля. Слишком долго ты его там держал. Слишком долго. Что тебе ещё надо, проклятая ищейка? Это всё твоя вина. Вы с Мадонахом просто животные. И вы у меня оба за это в Сидни сгниёте. А теперь вон из моего дома. Осталось узнать подробности о Велине. О убийце на базаре. Муравейник. Получили его ключ. Убеждение. И у него в сундуке записка. Тебя избрали, чтобы ты вселил ужас в сердца Нордов. Отправляйся на рынок, ты поймёшь, что делать. Н. Что за Н? Ладно. Но как только вы выходите, вас встречают. Ты суёшь нос не в своё дело. Пора преподать тебе урок. Хм. Друстан. Драка. Пойдём, выйдем. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. Если вы проходите на легендарной сложности, и вы не каджит, то можно использовать щиты. Никто не запрещает щиты в драках, ребят. Они вас защищают. Плюс, если вы ещё и прокачиваете, они наносят очень много урона. И прекрасно помогают вам в драках. Я разорву тебя на куски. Ну конечно. Говори, или будешь общаться с богами. Меня послал Непус Носатый. Приказы отдаёт он. Хм. Н это Непус Носатый. Отправляемся в гости к Непусу. Непус Носатый любезно нас принимает и всё нам рассказывает. Почему Носатый? Ну, я думаю, вы уже догадались. Да, он изгой. И вся его родня изгой. И он уже давным-давно отсылает молодняк во имя изгоев на смерть. Да, того, который был на базаре. Он слушается короля изгоев. Мадамаха. Который сидит в Сидне. В тюрьме. Он, наверное, не знает, что Мадамах слушается командой Тонора. Который, наверное, уже не будет отдавать команды, потому что убили его жену. Да? Но просто так, конечно, нас Непус не отпускает. Как только вы узнали тайну, на вас сразу же все нападают. Так что придётся подраться. Всех уничтожили, и нужно двигаться дальше. Но, ребят, возможно, вы не знали, что после того, как вы зачистите дом Непуса, теперь он может спокойно стать вашим. Я серьёзно. Тут происходит что-то странное. Сундучки. Краденая, да? Я специально положил свою вещь, и тут она уже не краденая. Я подождал 10-20 дней, она не исчезла. Сундуки не обновляются. Это говорит о том, что вы теперь можете тут жить и складировать ваше оружие. Дальше. Я также проверил тумбочки. Надо будет проверить все контейнеры. Если они не обновляются, тут прекрасно можно жить. Кровать. Нам не принадлежит, но мы можем спокойно спать и получать бонусы. И так на всех кроватях. Я не знаю, может быть, когда-то на более ранних этапах планировалось после этого квеста нам подарить этот особняк, но потом подумали, блин, все-таки Давакин тут должен купить дом, да? Это как-то слишком просто. Сразу этот квест можно взять даже на первых уровнях. Ребят, ну знайте, тут можно жить. Едем дальше. Мы узнали все подробности, теперь мы можем рассказать их Элтрису. Святели считалось, но видим, что он мертв и... Мы ведь тебя предупреждали, а ты опять за свое. Квест выполнен. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. Свидетельские показания править, улики подкидывать. Эх, сколько же работы. Да, теперь мы отправимся в тюрьму. Но, друзья, возможно, вы не знали с самого начала. Спасаем девочку. Я умираю за свой народ. И сразу отправляемся наверх. Никаких изгоев стеснений. Наверх, наверх, наверх. И... В дом Непуса. Угу. С самого начала даже квест не взял. Теперь у насатого мы забираем да-да, его дневник, где все тайны. Порядок. И уходим. Теперь мы сразу, сразу бежим. Так ты ничего не знаешь об этом доме? Вот сюда. Видел, чтобы кто-то входил или выходил. В храм святилища Талоса. И... Мы ведь тебя предупреждали, а ты опять за свое. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. Да, друзья, вам не показалось, квест автоматически проходится, даже если вы его не брали. Вот такой вот быстрый способ попасть в тюрьму. Сидно. Ну, на этом пока все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. По тюрьме будет отдельное видео. Кстати, посмотрите мое видео, как сбежать со всех тюрьм с Карима. Кроме этой. Кроме этой в Маркарте. Все, друзья, счастья, здоровья вам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok